Doom. Довольно историческая игра в игровой индустрии. Кто-то познакомился с компьютерными играми благодаря Doom. А для кого-то это чертов шедевр. Для тех, кто не знает, Doom это 3D-шутер. На данный момент вы видите первую часть. Это 3D-шутер? Стоп. С пикселями? Да, черт возьми, это 90-е. Умк-пук, а почему здесь графика не в 4К? Doom в 90-х. 144пи. Хех. Так, ладно. Так вот, я решил сделать Doom в 2D. Так как в 3D я не очень разбираюсь, мы решили сделать 2D-версию. Так, в смысле мы? А, так я позвал Саню. Он, кстати, делал 2D-шутер про пушного. В нашей команде будет 2 человека, но в этот раз я буду помогать как дизайнер. То есть я буду отвечать за визуальную составляющую игры. Буду делать графику, анимации и так далее. А Саня, думаю понятно, программист. Он будет писать код. В принципе, все понятно, но я был бы не мной, если бы не сделал из этого челлендж. А именно, мы решили сделать игру за 2 дня, то есть 48 часов, в рамках Game Jam. Game Jam это когда разработчикам дают тему, а они уже должны сделать игру с данной темой за определенный срок. Мы выбрали Game Jam Pencil, чисел, код. Надеюсь, правильно прочитал. Где и нужно будет сделать игру за 2 дня. Так как тогда был вечер, мы присоединились к данному джему и я погнал спать. Я просыпаюсь резко в стуль с кровати, просто чуть ли не побежал, дабы посмотреть, какая же там тема. И нашей темой стал комфорт. Да, не в первый раз такая говяная идея попадается. Не, ну вы прикиньте, в прошлом видео, где мы делали игру с Хорнесом, нам попалась тема «Спортивное космическое соревнование». Ну ладно, не впервые такая тема выпадает, как-нибудь справимся. И мы настолько смогли объединить Doom с комфортом, что мы даже придумали свой мини-вор. А точнее, грустный пацан. Напишите, кстати, в комментах, как его будут звать. Гуляет по мрачной улице. И вдруг, какой-то непонятный магазинчик. Так как магазин был новый, наш пацанчик решил поинтересоваться, что же там такое. Таинственный подвес понял, что он что-то грустненький. И решил ему кое-что подарить. А это, кстати, как раз таки Doom. Пацанчик быстренько побежал домой. Включил компик. Поставил Doom. И вот так вот начинается игра. Спасибо, спасибо. Это просто шедевр игровой индустрии. Похлеще Кодзимы будет. Так как я художник в данном проекте, Саня не может начать делать проект, пока я не скину ему более-менее какую-никакую графику. Я нарисовал персонажа. Я сейчас на вафиге, как он так офигенно получился. Но я не жалуюсь. Дальше я сделал два оружия. А именно, первое, плазменный автомат. И второе, плазменный дробовик. И прикол в том, что, чтобы выжить, вам нужно комбинировать два данных оружия. То есть, для каких-то врагов нужно будет стрелять с минигана, а в каких-то с дробовика. Кстати, я недавно увидел, что такое нейросети. И то, что они там могут чуть ли не художников заменить. Так что, я решил попробовать закинуть свой плазменный дробовик и посмотреть, как его сделает нейросеть. Так, ну ладно, возможно, эти новости все-таки не ложные. И, блин, что-то как-то стремновато стало. Начало какого-нибудь терминатора. Так, оружие у нас есть, но теперь нам нужны враги. Я сделал пять врагов. А именно, первые два, это зомби. Они примерно одинаковые. Но прикол в том, что первый обычный зомби ближнего боя. А второй, это чертов камикадзе, у которого из груди торчит бомба. И если он подойдет к вам близко, то будет жесткий взрыв. Дальше мы решили сделать врага дальнего боя. У меня, походу, получился зомби, который открыл чакры, потому что он стреляет фаерболами. Но это уже фэнтези какой-то. Я, конечно, не уверен, что в Думе есть такой враг, который стреляет жесткими фаерболами. Но у нас есть. Так, на земле достаточно врагов. Поэтому давайте добавим врага в воздухе. Да, этот челик тоже фигарит фаерболами. И он капец ржачным получился. В Думе он, конечно, выглядит пожестче. Но в нашей игре он все еще может вам навредить. Так что на рестарт закинуть он вас еще может. Так что берегитесь. Так, основной игрофон я сделал... Оу, мэн. Ничего мне с этой падла делать. Так это наш босс. Молокосос, ёпт. Просто жесткий чел ближнего боя. Стэтхэм. Окей, эти микрочелики должны же где-то стоять. Я нарисовал землю. Возможно, вы спросите, почему я нарисовал землю такими квадратиками, а не полностью всю карту. А дело в том, что я использовал тайлы. Тайлы это когда вы можете нарисовать различные объекты, из которых вы будете делать карту с помощью блоков. И строить прям как в Майнкрафте. То есть, получается, нарисовали один раз и кайфуете. Игра все равно выглядит пустоватой. А именно, я думаю, ей не хватает заднего фона. Знаете, я любитель вот этих пасхавок. Типа, оу май гад, это же та самая банка из Team Fortress 2. С непонятной жидкостью. Думаю, было бы прикольно добавить пасхалки в нашу игру. А именно, я добавил две пасхалки. А именно, первое. Вы можете увидеть на заднем фоне туалет Шрека в 2D Doom. Мне кажется, вселенная сломалась. Но это еще не все. Джесси, где трейлер? Эй, йоу, мисс Руайт, не боди, все нормально. Он полежит, конечно, у моего друга пару дней, окей? Джесси, стой, слушай. Джесси! Джесси! Да, я добавил тот самый фургон из вас все тяжкие. Кто заметит его в игре, напишите в комментах. Окей, все готово, кроме одной вещи. А именно, анимации. Окей, анимации я сделал. У меня буквально есть анимация для каждого действия. Для каждого врага, игрока, ну и тому подобное. Каждая анимация у меня вышла в 5 кадров. То, что в конечном итоге выглядит не очень плавно. Но, что есть, что есть, как говорится. Кстати, наверное, вы хотите спросить, почему они все находятся на одной большой картинке. А я вам отвечу. Я использовал Атлас. То есть, Юнити придется брать спрайты из одной картинки, вместо того, чтобы загружать тысячи других. Что гораздо улучшит производительность вашей игры. Картинки в формате Атлас, не по географии. Я делал в программе Текстур Пакер. Окей, со своей стороны, а точнее визуальной. То есть, графика, анимации и так далее. Я уже сделал, но что же сделал Санек. А у меня как раз и скинул готовый проект. Так что давайте посмотрим. Грустный чел. Looking for comfort, friend. This game can help you. И снова музыка. Что же это? Это же муд. Игра на английском, потому что это английский джем. О, чуваки, что творите? А, черт. Я сейчас сдохну. У меня одно сердце. Как мне менять оружие? А, смотрите. Разработчик игры. Только сейчас понял, как работает его игра. Я понял, скроллить. Все, наконец-то. Что за фамос? А, нет. Это имба оружия просто. Они даже подходить не успевают. Точно, на ближних дистанциях же дробовик нужен. Я вообще, походу, забыл, как играть в игры. Так, ну, в принципе, прикольно. Вы что, слушайте? Это все, что мы успели сделать за два дня. Осталось подождать неделю и пооценивать игры. Я нашел игру Last Night, которая тоже была сделана в данном геймджеме. Давайте же посмотрим, может только наша игра полная параша. В игре Last Night вы играете за пацана, которому нужно вырубить весь свет в доме, чтобы выиграть. То есть, лечь спать. Я думаю, у каждого бывает подобная история, где вам нужно вырубить весь свет. И вам капец, как страшно. Я эту игру прошел за две минуты. Ничего не знаю о ней. Просыпаюсь, я такой весь на радостях. Сейчас гляну, кто победил. Скажу сразу, та игра, в которую мы только что играли, попала на второе место. Окей, запарю тянуть. И мы попали на 16 место. Предпоследнее. Но, у нас было больше всего отзывов и комментов. Например, этот. Графика не лучше, то, что приходится защищать тупый конус, на мой взгляд, не очень. Но, боже мой, я провел в этой игре 166 секунд чистого удовольствия. Да, в игре реально много чего надо фиксить и менять. Даже в самом визуале. Я думаю, не хватает партиков, постпроцессинга, поперчить, посолить и вообще шик. Кстати, о том, как улучшить вашу игру, у меня уже было видео, на которое вы можете перейти, кликнув по экрану.